Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, что произойдёт с тобой и с твоим телом, если хотя бы каждый день ты будешь приседать 10 раз. Действительно, тема приседания была уникальна всегда и очень действенна. И многие учёные говорили про то, что приседать нельзя из-за того, что коленям будет плохо, и у тебя будут болеть колени. Давайте сегодня разберёмся, правда ли это, как вообще это относится и влияет на колени, и какие положительные эффекты с вами произойдут, если вы каждый день добросовестно будете приседать. Кстати, друзья мои, напишите, приседаете ли вы, да, если вы уже это практикуете, какой эффект. Я, например, стараюсь каждый день утром делать зарядку и приседать. То есть начиналось с 10 раз, и каждый раз хотя бы по одному, по два разочка. То есть смотришь, как настроение, как силы, и постепенно-постепенно добавляешь. То есть обязательно 10 раз, но, соответственно, ещё можно добавлять. Для чего же нам с вами необходимо приседать? Во-первых, стимулирует костную ткань, то есть улучшает. Костная ткань начинает лучше расти. Это уже доказано исследованием. Мы не говорим про людей, у которых уже в такой явной форме остеопороз, недостаточность витамина D, кальция и так далее. То есть мы говорим просто про нормальных здоровых людей, которые ещё не в достаточно зрелом возрасте. В зрелом возрасте тоже можно приседать, но аккуратно приседать. Плюс ко всему, безусловно, вы прокачиваете мышцы. Мышцы тазового дна, мышцы ног, мышцы спины. Это крайне важно для того, чтобы улучшить кровообращение в органах малого таза. А вы знаете, что и мужчинам, и женщинам просто необходимо улучшать кровообращение, потому что всё это связано с вашей сексуальной жизнью. И часто мы как раз говорим о том, как же улучшить кровообращение, как повысить потенцию, эрекция, чтобы была хорошая. Друзья мои, вот обычные приседания. Когда мы говорим про интимную гимнастику, что у женщины долго стоят проблемы с ненаступлением беременности, отсутствием вообще любого желания, беспокоят какие-то гинекологические проблемы. Пожалуйста, приседания прекрасные. Прекрасные упражнения, которые вы можете выполнять дома без какой-то помощи. Тем более, можно приседать, когда ноги на ширине плеч. Можно приседать, когда ноги достаточно близко находятся. То есть, если ноги стоят далеко, то вы больше будете прокачивать, соответственно, спину, таз. Если ноги более близко находятся, вы будете прокачивать именно бедра, соответственно, верхнюю часть ноги до колена, вот эту, где бедренная кость, соответственно, бедро. Поэтому я считаю, что приседания действительно очень эффективны, плюс влияют благотворно на ягодичные мышцы. То есть, кто хочет крепкую накачанную попу, пожалуйста, приседайте. Дальше. Стимулируют выработку гормонов. Приседания ежедневные. То есть, друзья мои, мы говорим про то, что нужно приседать каждый день 10 раз. Если вы один раз присядете 10 раз и все про это забудете благополучно, то вот это все не будет для вас действенно и эффективно. Мы говорим про то, что нужно заниматься этим ежедневно. Соответственно, вырабатывается тестостерон, вырабатываются гормоны роста, качается пресс, нижняя часть спины, да, и улучшается гибкость. Безусловно, как только вы начинаете приседать, гибкость становится намного лучше у вас. Соответственно, еще какой плюс, улучшается питание разных органов, так как мы усиливаем кровообращение, и к органам поступает кровь. То есть, плюс ко всему, как бы ускоряется обмен веществ, и мы выводим все токсины и нежелательные продукты жизнедеятельности. То есть, особенно утром, почему полезны приседания особенно? То есть, как, допустим, делаю я? Я сначала попью водички, да, такой не теплой, а большей комнатной температуры. Далее постепенно мы начинаем разминать шею, да, потихонечку руки, наклоны, ноги и приседания. И вот в этом случае приседания действительно очень эффективны, так как вы прямо чувствуете, что как будто вот вы просыпаетесь. Почему всегда мы говорим про то, что утром должна быть зарядка, хотя бы небольшая? Я прекрасно понимаю, что некогда, да, что и так там, кто сейчас живет в наших ближе к столице, городах, много снега, постоянно темно, что вы утром просыпаетесь темно, вечером еще домой не успели прийти, уже темно. То есть, вот это все очень давит, да, психологически, что вообще всегда темень и плюс еще много снега, да, что вот эти вот дороги, пробки, снег, постоянно с машиной, да, не едешь, припарковаться проблема. И действительно вот это все на человека вот вызывает такую очень серьезную депрессию. И вот кажется, вроде бы такое должно быть состояние перед Новым годом у всех на подъеме, но я вижу, что и пациенты, и коллеги-врачи настолько все утомлены, что уже не хочется, да, там какой-то вот такой закупки подарков, еще чего-то, да, такого новогоднего, а именно вот такое какое-то состояние утручающее. Так чтобы вот этого не было, обязательно делайте гимнастику. Вы будете чувствовать, что у вас вот, он заряд сил, вот пошла энергия, вот пошли ваши силы. То есть, вы как будто вот прямо наполняете силами и активно начинаете, начинаете прямо работать. Это действительно очень эффективные упражнения, которые вам будут очень помогать в жизни. Поэтому, друзья мои, я вам крайне рекомендую, прямо с завтрашнего дня начинайте приседать. Хотя бы, как я уже сказала, понемножку, по 10, по 11 раз. И вы увидите, что у вас крепче стали ноги, вам будет проще ходить, больше будет эластичности, гибкости. И, соответственно, даже удовольствие, да, органов малого таза, кровь будет притекать намного лучше. Поэтому одни положительные эффекты, причем абсолютно бесплатная методика. Крайне вам ее рекомендую. Если у вас остались вопросы, вы хотите поделиться вашим мнением, обязательно пишите его в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами очень скоро обязательно встретимся и обсудим очень интересные и горячие темы. Я вам желаю огромной любви, огромного здоровья и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok